А теперь поговорим о саботаже. Ну, во-первых, саботаж это нормально, и вы должны понимать, что действительно могут возникать ситуации, в которых вам могут помешать в работе над этим проектом. И давайте поговорим об этом чуточку подробнее. Как может проявляться саботаж? Зачастую это откладывание встреч, перенос постоянный, это превращение встречи в балаган, намеренное превращение встречи в балаган, где вы не получите ту информацию, которую хотите получить. Бывает, что вы получаете информацию и в искаженном виде, то есть она не соответствует реальности. Почему такое происходит? Происходить это может потому, что у человека есть определенные опасения, назовем это тараканами в голове, когда он может ожидать чего-то непонятного для него. Ну, то есть, например, вы автоматизируете процесс, после чего его уволят, потому что он больше не нужен. Или может быть что-то более глубинное. Например, он думает, что он недостаточно хорошо работает, и автоматизированный процесс появления информационной системы выявит это и вытащит наружу. Но зачастую это всего лишь его мнение, и зачастую люди на самом деле все работают хорошо. Просто у них есть определенные опасения на этот счет. Но может быть и другая ситуация, когда человек намеренно сопротивляется внедрению автоматизации, внедрению информационных систем, потому что он действительно что-то скрывает. И эта ситуация гораздо сложнее. Дело в том, что вы не сможете на нее повлиять. Если вам будут так сопротивляться, то это уже будет злонамеренный саботаж вашего проекта. Что делать с саботажем? Ну, первое, это, конечно, превентивные меры. Для того, чтобы максимально расположить к себе коллектив, с которым вы в дальнейшем будете работать, и вызвать доверие, вам потребуется помощь спонсора или инвестора, владельца компании или того, кто заказывает у вас этот проект. И помощь эта будет заключаться в том, что он должен собрать команду, с которой вы будете работать, и объяснить все плюсы, все минусы, все детали предстоящего проекта и цели, зачем это вообще делается и происходит. Чтобы позиция заказчика в данном случае была открытая и по отношению к вам, и по отношению к команде, с которой вы в дальнейшем будете работать над этим проектом. Но все же ситуации с, может быть, ненамеренным саботажем могут возникать, и вам с этим нужно будет работать. Каждый человек, с которым вы будете общаться, интервьюировать, собирать данные, обсуждать и согласовывать, это личность, и у всех есть свои какие-то манеры, привычки в общении. И очень важно вам подстраиваться под эту историю и уметь работать с разными типами людей. Для этого очень хорошо помогут различные техники переговоров. На рынке достаточно различных материалов, обучающих курсов, тренингов и просто книг, которые помогут вам разобраться в том, как лучше подходить к той или иной ситуации, к тому или иному собеседнику в работе с ним. И если все-таки вы попали в ситуацию, когда саботаж проекта со стороны команды злонамеренный, и вы явно видите, что здесь что-то не так, и от вас пытаются скрыть или пытаются всячески препятствовать работе проекта, скорее всего, это будет ситуация уже сложная, и в ней разбираться необходимо будет собственнику или заказчику проекта. Смело привлекайте спонсора, того, кто заказал проекты, кто имеет ресурсы и власть, и разбирайтесь в ситуации совместно. Завершая часть про саботаж, хочу сказать, что, во-первых, это нормальная ситуация, и это случается, к счастью, не всегда. Но это совершенно рабочий момент, с которым вы наверняка столкнетесь, соблюдаете спокойствие, вы знаете, как эту задачу решать, и это рядовая задача подобных проектов. Поэтому спокойно двигаемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует...